В этом году Приморскому спидвейному клубу «Восток» исполняется 60 лет. Образовавшись в 1962 году, команда застала золотые времена отечественного спидвея, когда в Лиге СССР выступало 49 команд, воспитала не одно чемпионское поколение, оставалась на плаву в трудные 90-е годы, пережила раскол в 2004 году и, наконец, золотую эпоху в 15-х и 16-х годах. Гостем Радио Леммы стал главный тренер спидвейного клуба «Восток» Игорь Столяров, который рассказал, что происходит сейчас с командой «Восток», где тренируются ребята и о предстоящих стартах. Тренировочный процесс не останавливается, идет. Что касается запчастей, ничего на сегодняшнюю минуту нету, только все на словах. Что касается формы, тоже ничего нету на сегодняшнюю минуту, хотя сезон начнется уже в марте месяце, поэтому, ну, очень тревожно. Пытался я поговорить, записаться на прием в Министерство спорта, края, вот, три недели назад, до сих пор ни ответа, ни привета. Спидвейная команда «Восток» уже давно стала визитной карточкой Владивостока и Приморья. В клубе начинали свой спортивный путь будущие мастера спидвея. Среди них чемпионы Европы и мира Сергей Казаков, Вячеслав Никулин, Григорий Лагута и другие знаменитые гонщики. Из восьми номинаций в прошлом году мы в пяти оказались чемпионами. Да. За что большое спасибо, конечно, городской администрации, которая нас поддерживала на протяжении того сезона. Сильнейшие спидвейные команды России «Турбина», «Мегалада», «Башкирия», «Восток». На сегодняшний день самая, ну, «Мегалада», понятно, ну, вообще, вот, самая упакованная, самая сильная команда какая? Самая сильная команда будет та. У которой будет больше денег. Да, у которой будут средства хотя бы на одного хорошего легионера. Я так думаю. Все остальное, ну, будем так говорить, что мы находимся сейчас в такой ситуации, что мы без базы, без своего стадиона, как-то, ну, не очень. Хотя по уровню, по силам мы одинаковые. Ну, вот теперь будет все влиять от того, кто возьмет хорошего легионера. А хороший легионер – это уже полкоманды. Впереди у «Востока» несколько серьезных соревнований. Это чемпионат России среди юниоров, который состоится 19 мая. И следом идут две командные гонки с «Турбиной» и «Мегаладой». Анна Дьякова, Денис Вадеев, Новости на Восьмом. Денис Вадеев, Новости на Восьмом.